Всем большой привет! В этом году вместе с девочками в совместном проекте, который организовали две замечательные девочки Елена Кошатница и Татьяна Вышивка от Души Эти девочки организовали совместный проект Сделай своими руками, где все девочки вышивают разные наборы от фирмы Сделай своими руками И у меня тоже есть несколько наборчиков В частности, вот такой большой набор, который называется Волшебные часы Это действительно большой набор, потому что его размер 30 на 95 сантиметров И предполагается, что это будет вот такая вот длинная работа Но длинную работу я сначала хотела вышивать так, как она есть, но потом передумала Потому что, ну, куда вешать вот такую метровую огромную картину, да? Потому что, ну, не знаю, часы буду делать или не буду А вот картина получается огромная И решила я немножко ее переделать В таком плане я не буду вышивать вот этот перетягивающий механизм Буду вышивать только по вот этим стоечкам Ну, в общем, процесс я этот начала Немножко повышивала Ну и потом, как всегда, отвлеклась на совсем другие процессы Которых в этом году у меня получилось много Я вам уже об этом говорила Вот, и этот процесс у меня отложился Отложился я его, он у меня на большой раме был Сняла и положила в ящик, чтобы как бы не пылился И вот, и так как я его не вижу, он не перед глазами Он там так себе лежал До того момента, как мне девочки напомнили А как же, Юля, там твой процесс Ну, а вот мой процесс в ящике полежал Я про него сейчас вспомнила И решила, что отдай-ка Сейчас есть возможность Пару деньков я хотя бы позанимаюсь этим процессом Сейчас я уберу обложку Вот еще раз вам так покажу Какую красоту я вышиваю И что у меня должно получиться И посмотрим, а что есть уже у меня на моей конве Вышивка идет шерстью Я переставила вчера вечером раму на мой станок Кстати, покажу вам сейчас станок Вот так я немножко отъехала Покажу вам станок Мой настольный Вот он у меня раздвижной Он был маленький Под спимая радость И я просто поставила сюда большие рамы Выдвигаются две планки И получается большой станок У меня есть обзор, где я показываю этот станок Как он работает Я оставлю ссылку, можете зайти посмотреть Если вас заинтересовал этот станок Ну, а мы вернемся непосредственно К моему процессу Что у меня получается Я вставлю вам фотографию того, что у меня было на начало вчерашнего дня Вот, как вы видели, было вышито по вот этот фрагмент То есть вот этот кусочек только был вышит И вчера вечером я приступила и вышила вот весь этот участок Вышивка идет шерстью Все мои ниточки находятся вот в такой коробочке Перемотанные на бобинки И иголочку я прям сюда и паркую Прям в бобиночку Все очень удобно Закрывается, хорошо Итак Что могу сказать по вышитому этому участку Вышивается работа здесь сложно Здесь идет очень часто смена нитки Вот полностью как бы зашитых участков Одним цветом мало В основном вышивается вот такими элементами Где используются 2-3-4 цвета По нескольку крестиков Есть одиночные крестики И знаете, поначалу как-то мне так медленно шло Я не могла никак влиться в процесс Стараюсь так же, чтобы крестики были аккуратными Не вышивать сильно по цветам А придерживаюсь все-таки парковки Поэтому так медленно шло Меня прям аж скрипело на душе Думаю, ну что же я ее так буду долго вышивать Но потом приловчилась и вроде бы пошло-пошло Сейчас, конечно, не очень понятно и все видно Здесь меня ждет очень много бэкстича И бэкстич такой, что надо будет рисовать иголкой Показываю вам сейчас всю картину Потому что я сегодня планирую дошить Мне остался вот здесь вот такой маленький кусочек Одна дверка и два фонарика И я приступлю к бэкстичу Хочу вышить полностью на этом первом этаже бэкстич Чтобы уже проявилась немножко картинка И потом буду продвигаться уже идти Наращивать второй этаж Будем вышивать этажами Вот я сейчас нахожусь на первом этаже Здесь, я так понимаю, больше всего бэкстича Фонари, оградки, дверцы, окошки Вот нужно будет все-все-все вышить Дальше я поднимусь на второй этаж Буду идти вот таким образом Часы Кстати, вот самое сложное идет Большое смешение цветов Это вот в этом, в середине, да, в этом оттенке Ну, очень сложно вышивается Ну, ничего И дальше вот буду зашивать так Идти рядками Рядками Я думаю, что вот сам домик у меня получится Где-то, ну, 30 на 30 Я так предполагаю На вскидку Вот Так что, девочки Повышиваю я еще немножко Сегодня И завтра уже сниму, что получилось В общем-то, и будет у меня тогда Вот такой отчет За август месяц Ну, посмотрим по времени Если будет возможность Я, конечно же, еще повышиваю Чтобы Продвинуть эту работу тоже побольше Хотя у меня столько работы Все просятся Чтобы я ими позанималась Ну, вот по настроению Понемножку меняю То одну работу, то другую Не прощаюсь Увидимся в следующем включении Ну, что, девочки Прошло несколько дней И я спешу показать вам свои результаты По отшиву Этого замечательного Домика Города-часы Замка-часы Скорее всего, город-часы Да, город-часы Вот Обложка Еще раз напоминаю И Что получилось Вышился у меня практически Уже весь первый этаж Когда я приступила к этой работе Было вышито Вот по границу Вот этого домика И Все, все, все Вот это я вышила уже Вот За эти Мои вышивальные дни Что могу сказать Процесс неоднозначный Вначале Очень тяжело Привыкаешь к ниткам Потому что Шерсть Здесь Не очень качественная Путаются Ниточка Перетирается И Очень Большой Расход Ниток Я нитку Отрезаю Очень-очень маленькую Но тем не менее Часто она рвется Перетирается И приходится Выбрасывать Большие куски Ниток Меня это все Смущает Тем, что Может быть Мне не хватит Ниток Но я надеюсь Что Производитель Положил С запасом Ну А иначе Будем конечно Обращаться К производителю И что-то думать Участками Отшивается Легко Участками Отшивается Немножко Так Кропотливо Есть Часто Смена Нитки По два По три Крестика Это Не Не очень Как бы Облегчает Работу Причем Вот этими Шерстяными Ниточками Как вы Видите У меня У меня уже появилась Первая циферка Шесть Вот здесь Будет начинаться Большой Большой Циферблат Часы Ну и Домики Также я На этой работе Очень старалась Выполнить Основной Бэкстич Который Находится Внизу Сейчас Я вам Приближу Буду Рассказывать Более Подробно Итак Начнем Рассматривать Справа Налево Здесь Начинаются Фонарики Фонарики У нас По всей Длине Города Обшивается Бэкстич Легко В принципе Получается Очень симпатично Также здесь Вот Каждая фонарика Идут Вот такие Как бы Загораждения Да Как имитация Металлических Загораждений Очень резные Здесь Очень тоже Кропотливый Бэкстич Но не Самая Самая Здесь Страшная А вот Вот эта Дверь Она Просто Знаете Это Ювелирная Работа Я Так Там Старалась Так Корпела Чтобы Вышить Этот Бэкстич Имитация Какого-то Витража Бэкстич Идет Совсем Не по Клеточкам Идет В центре Клеточки В уголочек Клеточки В общем Приходилось Буквально Рисовать Иглой Постараюсь Показать Вам на схеме Где мы находимся Вот Ну Посмотрите Видите Какой Сложный Бэкстич Причем Шерстяной Ниточкой Не так-то Просто Вышивать Бэкстич Как Мулине Она лучше Проходит Лучше Ложится Здесь Нужно Протыкать В центре Крестика Она больше Махрится Эта ниточка Ну Я вышивала Долго Вот этот Фрагмент Потом Мне хотелось Отложить Работу Но я Делала Перерывы Вышивала Что-то Крестиком Потом Бэкстич Крестик Бэкстич Так Чтобы Выдержать Весь Этот Кропотливый Труд Окошки Обшиты Вроде бы Просто Но все Тоже Протыкается Не по Клеточке А в центре Клеточки Поэтому Тоже Нужно было Сидеть Аккуратненько Все это Вышивать Бэкстич Здесь Очень Очень Сложный Вот мы Перебрались К центральному Входу Здесь У нас В центре Дверь Дверь Почему-то Не обшивается Бэкстич Фонарики Конечно же Ажурное Ограждение Окошки Очень Красивые Все Ювелирно Все Очень Очень Красиво Но Вы понимаете Насколько Это все Кропотливо И Крайне Левая Сторона Здесь Тоже Все было Непросто Может быть Вы Обратили Внимание Вот На этот Маленький Фонарик С Очень Тоже Красивый Такой Ажур Ажур Ажурным Украшением Имитирующим Металлическую Ковку Да Тоже Там Все Не просто Все Не по Клеточкам Кусочек Клеточки Центр Клеточки И Я Очень Очень Долго И кропотливо Вышивала Этот элемент Чтобы Получилось Вот так Красиво Я думаю У меня Получилось Окна Здесь Тоже Что-то Какие-то Двери Обшивались Тоже В центре Клеточки В общем Бэксис Здесь Непростой Но Получилось Очень Очень Симпатично Особенно Вот Со стороны Если так Смотреть В общем Масштабе Уже Вырисовываются Вырисовываются Детали Приобретает Город Свои Очертания И Получается Достаточно Симпатично И даже Эффектно Покажу Немножко Что у меня Происходит Со схемой Ну Это так Чтобы Понимать Где я Нахожусь На каком Этапе То есть Мне нужно Дошить Совсем Чуть Чуть Чтобы Дойти Практически До Половины Замка Ну Это Будет Чуть Меньше Половины Потому Что Есть Еще Вот Так Примерно Выглядит Полная Схема Она Конечно Намного Больше Ну Я Где-то Подбираюсь Вот К этой Линии Это Практически Половина Дальше Остается Основная Часть Примерно Столько Ж Вверх Ну А Самый Вверх Там Не Так Много И Сложно Это Будут Уже Ити Шпили Разные Да Вот Так В общем То Я Рада Что Я Наконец Взялась За Эту Работу И Смогла Ее Немножко Продвинуть Теперь Мне Кажется Пойдет Работа Полегче Потому Что Не Будет Этого Очень Такого Кропотливого Бэкстича Вышьется Циферблат А дальше Мне Кажется Все Пойдет Полегче Бэкстича Мне Хочется Уже Переключиться На Другую Работу Вы знаете Как у меня Происходит Я вышиваю А мысли Мои Постепенно Плавно Начинают Переходить На Какой-то Другой Процесс Это Такой У меня Звоночек Что Вот Вот Уже Мне Хочется Переключиться И Хочу Переключиться Я На Такую Работу Которая Будет Ну Полностью От Дыхалочкой От Шерстяных Ниток От Сложного Бэкстича Просто Повышевать И увидеть Сразу Хороший Результат Если Вы Догадались О Какой Работе Я Говорю Напишите Мне В Комментариях Ну А если Нет Ждите Следующего Видео Ну А на Этом У Меня Все Желаю Вам